Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Bloodborne PSX. Ох, да, бледнокровый. Что ж, ты пришёл по адресу. Инархам – это дом служения крови. Тебе нужно только разгадать его тайну. Но с чего начать такому аутсайдеру, как ты? Легко, с капельки твоей собственной крови и Инархама. Но сначала тебе понадобится контракт. Ну, в принципе, ничего делать, трогать не буду, пускай так и есть. Только голос на него поменяли, и всё. Продолжаем. Так. Я скачал Google Переводчик, он нам поможет, короче, переводить текст. Итак, Мили Квета. Сейчас посмотрим, как это переводится. Что-то он не хочет это переводить. Так, тогда попробуем по-другому. Молочный тост. Понятно. Короче, он как молочный тост переводится. Так, это переводится как молочный тост. Так, описание его, давайте посмотрим. Обычный счастливчик. Обычный счастливый воспитанник, что ли? Я так понял. Так. Обычный счастливый воспитанник, все атрибуты средние. Одинокий выживший. Одинокий выживший. Высокий Хамлет. Хамлет. Что такое Хамлет? Так, Хамлет это у нас будет. Сейчас приведу. Единственная выжившая из затерянной деревни. Высшая жизненная сущность и энергия. Так, он у нас больше на мага, короче, смахивает. Так, трибит чхилдхуд. Какой-то ребенок, короче. Третий ребенок, что ли? Так, это переводится как выживший... Нет, это не то. Детство? Ну, это как-то, типа, ребенок, что ли, переводится? Чхилдхуд. Детство. Сложное детство, вроде. Ну, ладно, блин, короче, гугл-переводчиком все-таки долго пользоваться. Ну, я даже не знаю. Давайте просто по значениям посмотрим. Я все-таки хотел посмотреть. Профессионал. Рожденный специалист. Fit for... Короче, он родился в академии. Специально в академии, короче. Где его обучали. Милитари. Ну, типа, военный. Военная единица, наверное. Эксперинсет. Специалист в войне. Солдат с силой и опытом. Это у нас злодей. Терри был Виолент Паст. Так, ну, давайте мы, наверное, выберем того, у кого силы побольше. Давайте вот его выберем. Все-таки переводить это все долго очень. Хорошо. Все подписано и скреплено печатью. А теперь давай начнем переливание крови. О, не волнуйся. Что бы ни случилось, тебе может показаться, что все это всего лишь дурной сон. Продолжение следует... Как ст junи? Продолжение следует... 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 а вот научился так я не знаю что заметка но нет дожди ну да это лечилка в общем к каст ассибалл но это короче мне вернуться куда-то надо так ладно это я кажется знаю куда это меня сейчас переместят потому что я прошу раз какой-то предмет раз этот расходник использовал ну то есть я прошу раз жал на треугольник и меня как раз таки сюда телепортировала я я все-таки как-то должен был сюда попасть мне кажется короче меня этот должен был убить и я сюда должен был попасть для того чтобы тут потому что обучение дальше проходит и потом с этого же места я могу вернуться обратно же тот особняк даже наверное сказать правильно не особняк а замок кто не не знаю точно все таки это викторианская англия так во вторых почему я решил поиграть во первых мне нравится несколько вот не знаю эпох так сказать во первых это римская империя эпоха римской империи если в игре есть римская стилистика только римская тематика мне эта игра автоматически начинает нравиться если в игре есть самурайская тематика причем японии фиада феодальной японии именно вот со всеми этими самураями и там подобное там божества там девятихвостные лисицы там типа какие еще на так блин забыл короче призраки которые призраки предметов нет все автоматически нравится мне нравится также эпоха викингов и как раз таки эпоха викторианской ну то есть викторианская эпоха англии вот все эти костюмы прикольные так это у нас магазин так блин знаете в чем прикол короче я заработал как я потратил все души так сказать я купить ничего не могу сорвано слушать а как я должен покупать если у меня обнулился счет так быстрая серебряная пуля специальная пуля используемая с помощью hunter фарма с fire армс ну что-то вроде охотнического охотничьего ружья хотя нет ружье это бум стик вроде ну фара армс это что-то вроде тоже уже я мне кажется ординари пулиц обычный ордера ординары не помню как обычные или особенные пули которые которые не имеют обычные пули которые не имеют никакого эффекта против зверей и энд соу но очень серебряный но очень серебряные пули используется использует твою собственную кровь много так ладно давайте я вроде просто сфотографирую и приведу это так будет быстрей так смотрим специальные пули для охотничьего ружья обычные пули не действуют на зверей поэтому необходимо использовать ртутный так ртутные пули а quicksilver а я думал быстро серебряной пули ну ладно ртутные пули смешанные с собственной кровью владельца сила ртутных пуль во многом зависит от крови владельца владелец понятно у меня их 0 так блуд вэйл это что-то кровавое блин а свернул лан ух ты тихо так сейчас мы переведем это все приходится вот так вот долго переводить помощью гугл-переводчика в режиме реального времени блин так ладно поехали так расходные материалы флакон с кровью специальная кровь используемая при лечении восстанавливает хп после того как пациенту сделали с служение крови уникальное но распространенное лечение в ярмаре последующие вливания напоминают первое и все они укрепляют его так и так люди не увидит не удивительно что тут же у нас подождите так давай двигайся не удивительно что как заставить сдвинуть его вот так вот отлично так так вливание напоминает первые и тем более бодрят его не удивительно что большинство ямамитов большие любители крови так а тут у нас одежда я так понимаю ключи праворучное оружие леворучное оружие от тире не знаю что такое но наверное что то вроде артефактов так молотов коктейль коктейль молотова explode взрывное короче а да не получится так сделать ну ладно сейчас сфотографируем это пока что переведем первую фразу сильно взрывается при броске так это очень хорошо то что он здесь остановился так сейчас это я все переведу и сейчас зачитаем так расходный материал взрывается яростным пламени при броске в предмет один из старейших инструментов охотника доступных в мастерской после трагедии постигшие старый ярнам огонь стал основным средством охоты на зверей и считается что он очищает от нечисто от нечистоты так некоторые виды зверей имеют ненормальный страх перед пламенем короче некоторых зверей можно ну легче отпугнуть с помощью огня так ладно так это у нас пэбло не знаю что такое блин сейчас переведем а он не переводит как пэбло он пэбло пэбло не переводит сейчас за фигня а как мне понять что это такое галька а галька все он перевел так галька круглая камешка которую можно бросать в цель маленькие камешки найденные по всему найденные по всему яхаму quite and thrilling вот это у меня почему-то даже вообще не зачиталось но он это никак не перевел почему-то сейчас посмотрим как это переводится довольно захватывающее он переводит это как довольно захватывающее последнюю фразу экал так это у нас короче расходный материал один из секретных ритуалов опять неправильно что-то он не всегда хочет слова переводить почему-то первыми ну-ка так одного из тайных обрядов хора давным-давно церковь так исцеление использовала фантомы чтобы достичь высоких планов тьмы но не смогла установить контакт с внешними так пределами космоса обряд не достиг своей цели но вместо этого создал маленькую взорвавшуюся звезду вот это наверное и есть она так и насколько я помню я еще не до конца это все сфотографировал так отлично и сходный материал и сходный материал давным-давно церковь исцеления использовала так сейчас скажу обряд не достиг своей намеченной цели но вместо этого создал маленькую взорвающуюся звезду которая теперь является мощной частью арсенала хора иногда неудача мать изобретения ну это короче взрывчатка и при этом она стоит десять тысяч душ так отлично а не у меня денег нет я не могу купить не могу самое забавное я так и не понял почему у меня все деньги пропали куда-то ну я точно не знаю короче это это не деньги нет это что-то что-то вроде этого что-то вроде душ в Dark Souls но так как я в самом начале кстати было такое слово непонятное бледная кровь короче она переводилась но я решил это назвать как бледнокровый потому что все таки это на манеру короче Dark Souls потому что в Dark Souls всех называли полами хотя вроде как слово само переводилось как пустой или типа того но полой звучит круче и так что я думаю что бледнокровый правильнее было бы перевести нежели просто бледная кровь так ладно давайте посмотрим что у нас здесь пишут так а после блин сейчас блин у меня перевод этот как его и крана короче потух так сейчас после получения урона от врага есть период времени в течение которого атаковать врага ну это я уже читал кстати почти прошлый раз почти все правильно перевел два противника есть период времени в течение которого ответная атака врага восстановит очеред так определенные а а короче определенное количество твоего здоровья а когда так что вот р 1 когда так как как р1 когда 6 более так блин сейчас блин одно слово непонятно придется все полностью переводить когда рядом с по шатнувшимся врагом висц реальная атака ну короче топорировать его когда враг шатает это r1 ну понятно а как сделать чтобы он зашатался шатнулся по правилам нужно левой рукой ударить по правилам dark souls а так стрельба стрельба из вашего огнестрельного оружия а когда кстати вспомнил парировать можно здесь огнестрельным оружием я что-то такое стрелял стрельба из вашего огнестрельного оружия прервет и ошеломит врага если он будет правильно рассчитан на его днс такого слова вообще нету когда он будет правильно рассчитан короче если вовремя использовать выстрел то мы его как бы парируем он у нас уйдет небольшой стан и мы сможем нанести ему контратаку некоторые оружие не может не имеет charge атаку так ну это понятно так хитинг получение врагом начала с блин вот это тоже не очень понятно мне надо перевести удар по врагу сзади заряженная атака заставляет их шататься ну от насчет атаки сзади я знаю так р1 дарить это charge атака заряженная атака я так понимаю холд партия а что значит просто удерживай и удерживай с чем удерживай как частичное удержание может просто нажатие сильная атака так отлично я так и не понял а частичное удержание к что понял смотрите так нет обычный удар частичное удержание это что-то вроде хука и charge атака так дверь закрыта вау мануал аиминг че канцел а им так закончить прицеливание или чё-то то типа того при ручном прицеливании отменить цель а ясно а как ручное прицеливание включить удерживаю квадратик при ручном прицеливании чтобы прицеливаться на цель ну вот и замедляет короче удерживай удерживай ручной ручное прицеливание фаер арм ну что-то вроде ружья если удерживать л-1 то это типа прицеливание ружьем так нажми кружок чтобы ранит джам когда бежишь чтобы прыгнуть короче просто зажимаем он короче бежит да и в этот раз мы еще раз нажимаем кружок и он прыгать но все как в дарк соусе это наверное такая механика раньше появилась в демон соусе но в демон соусе пока еще не играл так просто удерживать это бег вот так что 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 я показал двойной а просто так подожди а просто нажимать это вот доджить атаку но перекат короче обычный перекат так все мы тут уже все осмотрели так это нас вернет назад так он обан обандо нет доз так типа опустошенная кукла что ли сейчас брошенная кукла переводится как брошенная кукла не знаю что она делает так я что-то так подожди что-то написано посланники предлагают вам трюк оружие выберите один блин короче режиме реального времени не переводится надо короче именно фотографировать сейчас но переводится переводится то но неправильно перевод посланники предлагает вам хитрое оружие выберите 1 выберите 1 хитрое оружие используются правой рукой и используются для охоты на звери а я могу одно из двух ну смотрите у этого 90 физическая атака но это молот а первый я даже не знаю что такое сейчас посмотрим что это такое как это переводится правильно пила саф я знаю то что это привела сейчас скажу кливер пила кливер ну какая-то пила нет давайте я молот возьму мне молот больше нравится так да он написано а да да он все верно так жмем вниз он сказал вниз короче неправильно мне сказал а вот смотрите так слушайте я думал это я думал мне молот дадут а это какой-то меч серьезно это на молот было похоже давайте даже переведу как это переводит как правильно это переводится посмотрю трость с резьбой а это трость с резьбой ну блин тогда бы лучше бы я пилу взял у нее и урон выше так ну тут тоже типа мне предлагают некоторые существа сейчас даже переведу правильно как это будет так посланники сняли с вас огнестрельное оружие выберите а а одно огнестрельное оружие держит ли так держится левой рукой и используется для охоты на зверей одно из двух хантер писал охотничий пистолет и хантер бландер бландер бус бландер бус что такое блендер бус сейчас переведем обязательно мои познания английского языка мушки тонн мушки тонн мушки тонн мушки тонн мне просто кажется что что с тростью и из пистон с пистоном он был выглядел выглядела ба стильно так а кстати его тоже надо экипировать вот она так все отлично но у него должны быть патроны умнее этих патронов нет да смотрите у меня нет патронов я я даже кажется понял что вот этот квадратик слева верхнем углу это короче как раз таки ух ты ручное прицеливание так подожди как то можно выйти из ручь ухты прикольно чтобы не тратить патроны короче я жму l1 он прицеливается да я вот так вот могу двигать к сожалению блин стиком нельзя двигать а на дипаде неудобно двигать потом в общем то я прицелился да ну в общем то мне не нужен выстрел как это отменить я а я отпускаю палец а он стреляет но жму на крестик и он отменяет так ладно нам нужно как-то сохраниться я не а я не знаю как кстати можно сохраниться а пара в этот завершать так ну вся снова я короче узнал о кстати что такое у нас это что-то вроде костра до hunter's dream сон охотника сохранится отлично ухты у нас даже слоты есть прикольно так как раз сохранимся а знаете в чем прикол я этот забыл имя написать нас никак не зовут ну ладно это короче что-то вроде костра в dark souls и так и меня вернуло самое начало прочесть почти что смотрите дверь за заперта ну ладно теперь я полностью экипирована у меня есть пистолет хотя пуль у меня нету к сожалению и есть трость хотя похоже на меч больше всего но на картинке я думал то что это вообще молот так ну что шла на этом все всем спасибо за просмотр с вами был роман раскольников до встречи в следующих видео всем пока